Это реальное кино обо всем. И сегодня мы едем к Наташе, у которой пять детей. И начнем мы наш заезд с аптеки. Мы купили всякого всяческого для семьи. Это уже, в общем-то, этот маленький аптекик, этот ползавоз. Но мы поэтому специально разделили семьи на две поездки, чтобы каждая семья, ну, еще больше доставалась, скажем так, чуть-чуть денежек накопится. И другой тоже, чуть больше можно привезти. Ну и тяжело физически две, вот я не могу. Ну вот, мы начинаем. Немножечко трубка. Немножечко трубка. Друзья, это реальное кино обо всем, и сегодня мы едем к одной многодетной семье с набором продуктов и лекарств. На самом деле все стоит настолько сложно сейчас, что лекарства стоят как поездка почти к одной семье, и еще продукты мы взяли, взяли, ну чуть побольше постарались взять, чуть побольше, чтобы, ну мы не так часто ездим, просто там два раза в месяц стараемся, иногда и реже получается. Ну что пусть они поддержатся, пока еще не постное время. Многодетная Наташа, которой мы пытаемся немножечко возить продукты и тем самым помогать, живет одна с пятью детьми, не все просто, не все просто в плане, где 10 детей болеют, и там свои сложности всегда. И она одна сражается, а что меня в ней радует, это ее абсолютный позитив. Звоню сегодня, говорит, я на работе, я говорю, как дела? У нас как всегда, все хорошо, людям есть нечего, там долги у них всякие, ну пять детей, попробуй подними, одна женщина, тем более работа у нее перебивается. То есть не какая-то высококвалифицированная там работа, которая там приносит миллионы, а какая-то такая работа, которая самая дешевая, потому что другой не найти пока ей. И при этом она полна оптимизма, но вы всегда сами слышите голос ее, который нас всех ободряет. И я считаю, это для нас, для меня, ну и для тех, кто мне помогает это сделать, это такая милость тоже помогать людям. Потому что не всегда знаешь вообще, кому помочь, и не всегда эта помощь уместна. А здесь она уместна, ко двору, и когда я спрашиваю, мы что-то не то возим, Наташа, там. Это единственный человек, который ответил, все абсолютно в дело идет, все абсолютно. Не это вы у нас завались, а это мы соседям отдали. А он говорит, все абсолютно в дело, вот как вы возите, так и слава богу. Ну и мне приятно от этого. И мы продолжаем нашу деятельность. Ну, может быть, кто-то будет упрекать, что, что вы одним и тем же возите. Ну, так выпало. Вот эти перебились, а другие откалывались. Мы возили разным семьям по ряду причин, долго рассказывать. Ну, значит, вот этим нужна именно наша с вами помощь. И это здорово. И надеюсь, что это, ну, у них тоже ситуация наладится когда-то. И что это будет не навсегда, и что, ну, мы кому-то с вами другим будем помогать. Вот по храму, например, я уже вынашиваю идею, кому и что мы купим. Но озвучу это чуть позже, потому что это тоже есть свои сложности. Вот у нас такой сегодня набор мяса. Мы взяли прям несколько килограмм, что-то килограмм шесть, наверное, свинину такую хорошую лопатку. Чтобы не резать ее, не распаковать. Ну, пусть порадуются, пока поста нету. Вот. Взяли сосиски и не стали колбасу врать. Но все-таки она не сильно полезная. Вот когда много мяса есть, я думаю. Вот это аптечка. Тут было все, потому что дети болеют постоянно. Я прошла раз мы привезли, но стоит страх и риск. И она говорит, как здорово, что на следующей встрече привезли аптечку, потому что очень пригодилось. Ну, в этот раз мы взяли. Ну, в общем, я не знаю, когда будет следующая естка. Вот Наташа идет. А вот собака. Здрасте. Собака-струна. Это инсифалерия такая. Она как чувствовала, она уже бежит. Ну, она знает. Я с вами. Ну, вы не донесете. Сейчас, да? Подскажите, где все. Вот это тяжелое чувство. Это мясо, это вот... Здрасте. Это самое тяжелое. А ты где-то и папа? Походу, как манкетский. Ну, такой умеренно тяжелый. Сначала глист. Потом складки. Спасибо вам огромное. На аптечку, маме. Спасибо огромное. Они что меня ума царят. Не знаю, болеют. Отходи, я закрою багажник. Три? Все болеют? Три дня. Не, Ваня сейчас болеет. Три дня отходил в садик. И опять мы только пришли, там все кашляют, чихают. Ну, как всегда. Вот мы три дня отходили, опять болеют. И ничего, выздоровеет. Друзья, ну, сейчас побывали у Наташи. И я выключил камеру. Говорю, ну, как у вас дела? Она же на работе где-то была. На работу устроилась. Говорит, ну, 28 предложили. Я говорю, ну, хоть чистыми или грязными. И она говорит, ой, а я и не спросил. То есть, вот меня, говорит, нигде не берут до 30 лет везде. Несмотря на то, что она оптимистичная, трудолюбивая, чистоплотная, скажем так. Ну, в хорошей жизни. То есть, у нее всегда надето, всегда чисто. Дома, хоть у них и тесно, но все там как-то ухожено, убрано. А вот не нужен такой человек никому. То есть, критерии какие-то там, под которые она не подходит. И так как-то немножко печально. Ну, чем я могу помочь? Ну, давайте вы свой бизнес будете, я бы говорили с ней. Она же занимается сама ногтями. Тут ее многие меняют. О, у нее маникюр какой-то. Она сама им занимается. Она говорит, да и надо снять помещение. Я думаю, может, с кем-то вдвоем. Потому что очень дорого. Ну, не всегда клиенты есть там. Говорят, у меня база клиентов хорошая. То есть, от меня не уходят. Но все равно аренды все эти, это все проблема. Я говорю, ну, чем я вам могу помочь? Я говорю, у вас не наставляю что-то делать. А то у нас одна семья откололась. Когда я сказал, может, вам там швейную машинку купить или еще что-то. То есть, удочка не нужна людям. Только рыбы и то. Знаете, по их правилам, чтобы рыба была. В черный список меня поставили за этот вопрос. Хотя я не навязывал никогда никому. Я всегда говорю, может, я чем-то могу помочь? Ну, и здесь. Говорю, может, я чем-то могу помочь? Она, ну, не в моей компетенции как бы вопрос. Я понимаю. Она говорит, не, вот кто-нибудь может брови бы еще делал. Мы бы вдвоем сняли с дочерью. Дочь тоже пытается зарабатывать там. То есть, люди выкручиваются как могут. Мораль той сказки какова? Я говорю, дети на спорт ходят. Мы там, ну, немножко попосредничали, чтобы дети пошли на спорт у нее заниматься. Потому что, ну, им тяжело в социуме, мальчишкам позиционировать себя, научиться. В такой ситуации они живут. И, говорит, какой великий был результат, когда они пошли, как здорово, и тренер хороший. Я говорю, ну, сейчас ходят, нет, не ходят. Ну, говорю, ну, что, поправились же, не болеют. Говорит, да денег нет, сказала она. Полторы тысячи за одного за платье. Я говорю, а сколько ходят? Двое. Я говорю, они хоть хотят сами ходить, а то бывает, не в лошадь и овес, не в коня корм. Говорит, да хотят сами. Думаю, ну, что, может, им устроить эту секцию, пусть ходят. Встречусь с тренером, поговорю, что за секция такая. Ну, будем тренером, может быть. Как вариант пока, как версия, напрямую как-то финансировать, чтобы за вот этих детей, чтобы никто не знал, что они ходят там с чьей-то помощью. Пусть просто занимаются. Ну, а ее тоже, как бы, если отдать денег, она наверняка их или на лекарстве, или еще куда-то, я ее понимаю. А дети останутся без спорта. А что такое дети без спорта? А время упущено будет. Когда время будет упущено, уже бесполезно спортом заниматься. Он нужен вот сейчас, здесь и сейчас спорт. Поэтому вот у кого дети, не жалейте. Здесь и сейчас нужен спорт. Лучше себе в чем-то отказать, потому что потом, когда время упущено, и мы в самое тяжелое время младшую дочь отдали в спорты. Сейчас она уже, уже первый разряд, уже есть спортивные амбиции у нее и так далее и тому подобное. Поэтому спорт такое дело. Ну, в общем, думаю, может с этим помочь. Что вы думаете, друзья, напишите. Хочу вас поблагодарить всех за помощь канала. Боюсь не назвать какое-то имя. Сейчас, если начну перечислять, потому что за рулем, ну, тяжело называть имена. Это надо вот записать их. Но они у меня все записаны в телефоне. Они у меня все записаны в сердце. И те имена, которые, не знаю, вижу там, Санкт-Петербург, там, ВТБ. Ну, вот я уже примерно знаю, какой это человек. То есть, кто это. Да, он в моем сердце. И другие. Вот сегодня думал про одну подписчицу, которая помогает каналу иногда. Думаю, какие у нее нужны. А как вот. Что-то ее давно не видно, не слышно. В этот момент она объявляется. Говорю, я как раз про вас сейчас думал. С молитвой. Как изо всех. С земным поклоном, пожеланием благополучия. Чтобы Бог воздал вам по своей великой милости. Друзья, все испытания не навсегда. Весь троллинг не навсегда. И бесы будут повержены. И все будет хорошо. Рано или поздно все наши проблемы, которые нам кажутся сейчас страшными и нерешимыми. Они решатся сами собой. Плохие будут посрамлены. А хорошие будут возвеличены. Да будет так вот. Обнимаю всех.